Итак, мы сегодня читаем Швей Радараса Сувенидхи, стих 249. О Радаре, когда же я увижу твои заплетенные в косу волосы, украшенные нитями драгоценных камней и очень ароматных цветов жасмин. На конце украшенных кисточками драгоценных камней и которые держала в ладони Хари. Анда Каправу говорит, что это подлинное видение Манджари. И Югола, Божественно, это юные читы, Радаре. О Радаре, когда же я увижу твои заплетенные в косу волосы, украшенные в титам цветами, украшенные нитями драгоценных камней и очень ароматных цветов жасминов. На конце украшенных кисточками драгоценных камней, и которые держала ладонь Хари. Здесь перечисляются различные украшения. Почему? То есть как украшены касающие материалики и конечные украшения в конце, который держал ладонь Хари. Радаре. Кришна's hand is decoration. Андрака говорит, да, рука Кришны — украшение. То есть украшения, а не сижу, they serve. Радаре. Название комментария — заплетенные волосы Шри Рады. Анатадас Бабачи пишет. После любовных игр, пожалуйста, читай. Итак, после любовных игр волосы, одежда и украшения влюблённые четы пришли в беспорядок. Поэтому Смаминь сказала Кришне. «О, прекрасно! Грифтри! Реарранжай мои волосы, пока мои девушки приходят, и сделай мне миленько». Быстро приведи в порядок мои волосы, пока не пришли мои подруги и не начали подшучивать надо мной. Кришна занялся за дело. А служанка принесла все необходимые персоналии. Сначала Шляма сел позади Сламинь. И начала расчесывать её длинные чёрные волосы. Драгоценная расческа. Каждая прядь её волосы дороже ему миллионов жизней. От его прикосновений часть тела Сламени покрылись мурашками эксказа. Кришна поглядывал на лицо Слами, чтобы убедиться, не испытывает ли она какой-либо боли. Но она успокоила его и сказала, «Почему ты волнуешься? Это не больно». Когда Кришна услышал это, он улыбнулся. Как же изумительно он служит ей. Кришна, мать-сервет, он улыбнулся и улыбнулся. где она сидит с Барфи, мы не можем реферировать ее. Девят, это понятно для вас? Андака? Или нужно сделать что-то? Андака, это не так понятно, и ваша translation будет лучше. Андака, это микрофон, очень громко. Я буду поднимать микрофон. Сейчас лучше. Раде, раде. Раде, раде. Хорошо, давайте попробуем. Это лучше. Хорошо, спасибо. Кришна смотрит на Симати. Симати, ага, извините. Чьям заплевал длинные волосы с пламени. Вместе с нитью драгоценных камней и гирлянды из шаслина. Что бы она низла служанкой и вручена ему. Чьям? Чьям? Чьяма, когда он видит красоту этого козы, и он пролезает на нее дополнительные цветы. И пролезает длинные волосы на ее конкурс. Изумленный красотой этой косы, Чьяма поместил на ее основание несколько дополнительных цветов. И на ее кончик кисточку драгоценных камней. Очень маленький комментарий. Эта пирамя напоминает другую, когда Чьяма Тирадика из-за мана оставляет крышку в Севакунже. И находится в Шрингарвате. И это помню, что в Севакунже, Чьяма Тирадика, Бай, Игхо, Ахайтуки, Ман, Игхо, Бай, Ман, Ман, и он не был виноват. И он начинает видеть ее. И Альтинтийа построил ее в северном беде. И он находится в Северном беде. И если вы сейчас увидите, мы увидим, что есть, Здесь Шримати Радика сидит, премьер на ее руке, Лиша. Она делает ее в руке, и она смотрит на его face. Аааа, это он, Шива. И это почему его название Кешава, который делает Кешава, это означает «хер» или Шримати Радика. Интересный момент. Он говорит о том, что он чувствует он в этой жизни. Он готов к вытащению миллионы жизней, чтобы спасать все поделки из этих шерков. Он чувствует Лиша. Я думаю, что Манджари «хер»-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер. Я слышал это от Наранды Самахарджи, он сказал, что Раде Драйси работает с такой любовью и с такой волей, но ни одного сего воли будет... Я также вспомнил, как Наранды Самахарджи описывал, что когда... То есть как здесь изумительно описано, как Кришна служит с волосом, с чематератики запретённую красу, он чувствует такую бережность, такую любовь, что он готов отдать миллионы жизней, чтобы ни одна прядь её волос не пострадала. Такую нежность. И я напомнил, как Шин Рангасарджи рассказывал, что когда Раде Драйси расчлёсывает волосы, вам делать это с такой любовью, с такой стройной, чтобы ни один волосок не пострадал. То есть с ней меньше любовью. Раде Драйси, Рангасарджи, вы ещё сказали... Sorry, he didn't mention... Просто про Кришну Кешава я тоже сразу вспомнила, и вы ещё сказали, что Кришна, который расчёсывает у меня есть Раде Драйси на волосы, его называют Кешава. Это его... I'm not just a review. I just forget one... What I said one? Кешава. So this is Sringarvata, near Yamuna. Sringarvata находится далеко от Yamuna. And also one is Kusumusarvara. Kusumusarvara. Some place? Yeah, some place. Krishna also decorating hair. Недалеко от Kusumusarvara, также есть место, где Кришна также украшал волосы в Мазирадике. So like ladies' hair, as it is said, ladies usually don't cut. So like ladies' hair, as it is said, So like ladies' hair, because of if cut, husband's duration will be short. Обычно, женщины традиционно они не стригут свой волос, то есть они не делают коротких стрижек. Почему? Потому что это, как сказать, примета такая не очень хорошая, что означает ее отношения с ее мужем сократятся. So therefore, lady, if husband comes to pass away, die, at that time lady, you know, and cut sometimes. И также в традиции, когда муж умирает, иногда женщины из-за этого стригут свой волос. So I feel these lalara's hair is very, what I say, they're long, long, and it's blackish hair. И как вот я чувствую ее волосы длинны, они очень черные. So this blackish hair, I feel this represents Krishna. И вот этот цвет волос, то, что он темный, он черный, символизирует, указывает на Кришну. Also Yamuna. И также на Yamuna. Because sometimes hair like this, and then kind of flow. То есть волосы не похожи на поток воды, когда они спадают. And then jasmine flower represents in Japanese, I think jasmine is, what I say, queen of lata. Lata. Wine. А jasmine это цветок, который является queen, это означает царица, Лиан. So Radharani used to embrace Samara tree. Обычно Кришна Ardharani обнимает Дереватамал, темное Дереватамал. So similarly, jasmine flower like, you know, rounding and try to embrace blackish hair Krishna. И таким же образом вот темные волосы Шиматирани, которые символизирует Кришну, обнимает, обливает вот ниточка цветов жасмина, белых цветов жасмина, которые символизируют жидкие материалы. Just means whiteish white. Почему они белые? Very nicely smell and very beautiful. Они очень красивые и у них очень сладостный аромат. Обычно считается так, женщина служит мужчине. и также говорится, что Шимати Радика лучшая из слуг Хари. но в таких сокровенных играх, сокровенных статах, как Шрим Гарват и Кришна становится слугой Шримати Радики. И когда служанки видят превосходство своей исламени, они от этого счастливы. то поэтому здесь написано, что Медсаман тронет в океане, океане Кришна иногда рука Кришны когда он касается волос Шимати Радики дрожит. Мужчина хочет прикоснуться к волосам женщины. Мужчина хочет прикоснуться к волосам женщины. Потому что обычно волосы женщины красивые. Без волос женщины не будут столь прекрасными. Но если женщина красивая она очень красивая. и если женщина уложена очень красиво она становится более прекрасной. Поэтому это Кари-юга. Хейер-стайл. Сделать хейер-стайл. Нет, не сделать, декорировать. Декорировать как красивые артисты. Они делают немного красиво. А сейчас очень распространено в парикмахерских делают модельные стрижки. Немножко подстригут сделать чтобы твернее было. Но в традиционной такой ретической традиции женщины покрывают голову тканью. И даже лицо покрывает уалью. Кришна sometimes using hand maybe sometimes using comb. Иногда он руками укладывает полосы из трех потоков. И манджари наблюдает как Мохан это все делает. И они смотрят на лицо и на лицо окна. И в этот момент Шримати Радика смотрится в зеркало и видит не только свое лицо но и лицо своего возлюбленного окна. Как Мохан это делает? Может он покрылся потом как какое-то появилось на лице. А в глазах проявилось особое чувство экстаза. Или на теле появляются мурашки. то есть она замечает на его теле садвика бава то есть признаки к сказам. Может быть иногда нет. Но так или иначе она смотрит на лицо своего сына. И в этот момент Манджари очень счастлив. И Радика счастлива. Потому что Кришна лично касается ее волос и украшает ее. Это очень красиво. для меня в этой картине, сцене, которая предстала, я вижу так много взаимоотношений, микропосланий. Слова, чувства, действия, определенные симптомы, признаки на теле. Незаданные заданные вопросы. Незаданные вопросы. в Радах. Но она словами чувствует его. Говорит, не беспокойся, это не больно. И Манджари чувствует этот момент никаких слов. Ни Шимати Радика, ни Мохан, не сказали ни слова, но они приносят для него гирлянду, жасмин. Вот эти вот ниточки с драгоценными камнями. И они таким образом говорят, смотри, Радике нравятся вот такие украшения. Но при этом никаких слов. И Шям понимает, что требуется. Служанки понимают. И в этот момент на теле Шимати Радики появляются мурашки. И все идеально. Столько любви в этом все. В их понимании. В взаимном понимании друг друга. И взаимная оценка такая. Благодарность. И вдохновение. Поддержка. Да, да. Да, да. Мы рады твоим чувствам. Ты правильно все делаешь. Ради ананды, которая сейчас взрастает в этом месте. Внутри нас. и много и много и много и в этот момент звучат так много инструментов, звуков, скердец, всяких, так иначе звуков в том числе, но все они вливаются в одну гармонию всей этой картины и этого долженства. Перфект Концент Концент Это Это получается Совершенный концепт. Это как-то симфонический оркестр. Перфект Это то, что пришло ко мне. Дома 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 Я так погрузился вот в это в эти в эти детали, которые сейчас были описаны. И не хочется торопиться. Хочется остановиться в этом мгновении хотя бы на одну вечность. В эту бессловесность. В эту бессловесность. В это абсолютное триединство. В это абсолютное триединство. И не случайно эти три потока сливаются в одно. Из двух потоков невозможно заплести косу. А три потока уже держат её в определённой форме. И также вот это состояние премы, как будто бы эти вот ниточки, нити премы, эти тончайшие нити премы, то есть волосы Шримати Ратики, они символизируют или даже, боюсь, являются этими тончайшими нитями премы. Пронизывающими всё пространство. И они обретают форму вот в этом действии, в этом удивительном действии, в этом триединстве трёх разных природ абсолютной истины, где участвуют и... и... да. И эти стримы, each hair, each... they took form of this unity on this one, Ратика, Мохан и Манджари. Эти сами цветы, у них есть кроме цвета, этих белых цветов, жасмины, есть ещё и форма. Это форма карникары. И там шесть лепесточков, которые символизируют как раз вот это состояние Ратики, Ратики как Рамани. And this flower consists of six leaves. I don't know how to imagine. Six petals. Six petals, yes. Six petals. That's your eyes. Но Манджари, эти шесть лепесточков символизируют? Да. Это состояние Ратики как Рамани. They symbolized her condition or mood as a Рамани. Если мы рассмотрим этот цветок и нарисуем два треугольника, то углы его совпадут с лепестками. И мы увидим там два треугольника. Это символ Рамана, символ соединения, символ их поцелуя. Там есть все поцелуи. Все там есть поцелуи, и Кришна целует Ратики, своими прикосновениями. Он целует ее косу своими прикосновениями. И в этом снижении двух треугольниками, все отцелет. Когда он触ляет ее мозг, он отцелет ее мозг, он отцелет ее мозг, он отцелет ее. Когда он смотрит, он отцелет ее. И она тоже. В отличие от материального, волосы Свамини, они также обладают этой чувственностью, ее чувственной природой. И, прикасаясь в этом соприкосновении, рождается их новая встреча. Внутренние встречи. Внутренние встречи. Внутренние встречи. Они разделены. Он находится сзади. Заплетает ей волосы. Но вот в этом прикосновении они снова обретают единство. И Манджари чувствует именно это. Это новое явление, которое происходит по ту сторону этой картины. Это новое явление, которое является преддверием новой игры. Потому что у Свамини проявляются чувства, новые чувства, и у Мохана проявляются новые чувства, как результат этого соприкосновения. И Манджари улыбается, и она знает, что нужно делать дальше. И Манджари смирает, потому что она понимает, что я знаю, что делать дальше. Радуй, радуй. В последующем стихе, в комментарии, с чего надо Злобачи Мухараджи говорить. Это последняя часть, комментария. Коса Шримати Радихи Это идеальное место для Камаделла. А, вот я нашел это. Заплетенный в косу волос Шримати является изумительным и совершенным сидением для этого трансцендентного Камаделла. До этого Камаделла упомянула, что Красава Шримати Радики может состоять из трех потоков, из трех частей. И это символизирует чувство Радхи, чувство Мохана, чувство Манджари. И когда он касается ее волос, для них, всех трех, это новая встреча, новые чувства. Также иногда Радхи's hair smell or just means flower smell penetrate Mohan's heart. И волосы Шримати Радики обладают прекрасным запахом. И попадая в нос Шримати Радики, они очаровывают его, проникают в самое глубину его сердца. И даже просто от взгляда. Радхи's hair are made by Mahabhabha. Руки Шримати Радики, они тоже созданы из махабхавы, это тоже махабхава. И когда она касается мохана, то есть он превращается в махабхава. Радхи's hair, и он превращается в махабхава. И поскольку она касается своей махабхавы, то есть своими руками, он превращается в махабхава, то есть эти чувства переходят к нему. Просто смотря на волосы Шримати Радики. Он испытывает столько блаженства. И наша Камагайтри мантра Дамударапа вдохновил меня. И это представляет Камагайтри мантра. Трансцендентный Купид. Трансцендентный Купидо. Он использует пять стрел, пять видов стрел. И он пытается пронзить стрел влюбленный влюбленный. И в их взаимоотношениях Радхи Мохана иногда Шримати Радика пронзает своими цветочками стрелами в сердце Мохана. Когда он становится Анангой, то есть теряет сознание. И обретается единство. То есть вот в этот момент, когда он касается ее, и возникает, рождается чувство, это Рага и Ано Рага, обмен. То есть в последнее время я помню эту Камагайтри мантра. И читая эту игру, то, что мы сейчас прочли, мне это напоминает Камагайтри мантру. И Дамодар прабоу раскрыл глубокий смысл этой игры. Я также хочу добавить что-то. Это известная слива, это произошло в Радакунда. Когда Рупа Гасами described the beauty of the blade of Шримати Радика, Санта Гасами came and read it. В этой поэте, Рупа Гасами compared her blade with black, I don't know, cobra? Да. Кобра, да. It's a very poisonous snake, black, ready to bite. И когда Рупа Гасами read it, he thought, you know, Рупа Гасами is so tender, I just read recently. How can we compare your beautiful, sweet, bright with so dangerous, fierce snake? И Рупа Гасами thought, okay, you can change, please. And he tried to find the way how to change, because it's already some meter, some size, some, it's harmony. It's not just easy to change. And he thought, I need to do Snan in Радакунда. And then, in these few constants, maybe some idea will come. And he'd gone to the bank of Радакунда. And that moment he saw another bank on the big tree on the, how to say in English? Swing. Swing. Swing, yeah. One girl is sitting, and her girlfriend is helping to get there, pushing. And he saw on the back of this sweet girl, dangerous black snake, already here. Here. And he started to call, Larry, 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 snake. And this lady just turned her face and smiled. And he recognized, oh, it's my Shri Mati Radhika, and picture disappeared. And then he returned to Snan at Rupa Gassami, told, sorry, sorry, what you told exactly. I need to translate in Russian. Yeah. Excuse me, дорогие предыдущие, что я так долго говорил на английском. Есть известная Наналила, которая произошла на берегу Радакунды. Однажды Snan at Naga Gassami навестил своего близкого друга и брата, Rupa Gassami. В это время Rupa Gassami описывал красоту Shri Mati Radhika, в том числе и красоту косы. И он сравнил красоту косы с чёрной коброй, готовой ужалить. И когда Snan at Naga Gassami это прочёл, он сказал, о, Rupa Gassami, как ты можешь сравнивать сладостную, нежную Shri Mati Radhika, ее косу, с ужасной и злобной коброй? Rupa Gassami просто сказал, ну, пожалуйста, исправь это. Я полностью доверяю тебе, исправь. Snan at Naga Gassami стал смотреть, как можно это исправить. Потому что там же гармония, там же стихи, ты не просто взял слово, заменил на другое слово. Он сказал, мне вот совершите моление, тогда, может быть, какая-то святая мысль придётся. Он пошёл совершить моление, и в этот момент, когда он подошёл к берегу Радакунды, он увидел на другом берегу Радакунды большое дерево и качели. И на этой качели качается девочка, другие подруги, они подталкивают эту качель, то есть качают её. И он увидел большую чёрную змею, кобру, которая забралась по спине и добралась до головы, до затылка. И он стал кричать, девочка, девочка, змея! В этот момент эта девочка обернулась, Слада снова улыбнулась, и он узнал свою сламени Шримати Радаку, и она исчезла. Вся картина исчезла. И он понял то, что Рупа Гассами написал это в точности. Он в точности передал образ Шримати Радаке, потому что её коса для Кришны подобна чёрной змее, то есть готовый ужалить его в самое сердце. После чего он говорит, о моя сламени, пожалуйста, поставь стопы мне на голову, и это только спасёт меня от этого ужасного жгучего яда, который проник в меня. И эта фотография, когда Брэйт о Шримати Радаке, compare it to this dangerous black cobra, is exactly right, потому что её брэйт, для Кришны, exactly like this cobra, ready to bite him. И тогда он смотрит на эту красивую брэйт. Да, здесь он бит, directly to the heart. And the dangerous poison of passionate desire coming, and he's starting, how to say, heat, heat. He's burning inside. And he's praying, praying to Шримати Радаке, please save my life, I'm burning from inside. Say, put your lotus feet on my head, otherwise I will burn completely. Rade. Rade. Do you want to add something? Rade. 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 И второй момент, о котором он рассказал, который не упоминался. Волосы Шимати могут быть заплетены в косу. Это означает определенное настроение. Это означает, что она испытывает ман к Кришне. Своим маном она делает его стхай. Либо они могут быть распущены. Это означает, что она рада встрече с ним, она готова к встрече с ним. Таковы два настроения, которые она выражает через свои волосы. Радея. Горавани. 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 Горавани, can you share something? Your mic is switched off. Раде, раде. Прежде всего, позвольте мне всех вас обнять и поклониться вам. И поблагодарить вас за то, что мы собираемся вновь и вновь, чтобы делиться с толь сладостными и прекрасными темами. Это то, что спасает мою жизнь. Когда я слушал всех вас, у меня было столько вдохновения в сердце. Но когда я вас слышал, почти все, что я хотел сказать, было произнесено вами. Особенно Дамадаром праву. Но я думаю, все же можно эту тему еще расширить. Потому что такие темы могут расширяться благодаря реализации, благодаря чувствам. И они должны расширяться. Такие темы должны расшириться. Потому что каждая волосинка, то есть каждый волосок в ее косе, это ее медитация, как сделать Кришну счастливым. Это отдельный поток сознания, чувств. Мы также, как манджарьи, получаем какие-то специальные аспекты и служим в этом способе. И как манджарьи мы тоже видим в этом определенную свою часть. И в соответствии с этим чувством стараемся служить ей. И когда Кришна целует ее волосы, прикасаясь к ним с вами руками, то он очень чувствительный, очень сильно осознает, ощущает, каждый волосок ощущает отдельно. Это означает, что он любит каждую мысль в Шри Мати Радике. Потому что каждый волос в ее косе очень дорог ему, и его, и ее манджаре также. И он хочет поцеловать каждую ее мысль, потому что все эти чувства направлены на него, столько любви там. И он не может быть счастлив полностью в нас. Он не может насытиться счастьем служения, просто лишь целуя, просто касаясь. Он хочет украсть это драгоценными камнями, которые так же чисты, как ее мысли. They are pure, like the purest diamond. Ее волосы, ее мысли чисты, кристально, ясны, как чистейшие и лучшие из бриллиантов, духовных бриллиантов. And even more pure. Даже более чище. So every thought, every hair of Rādhārāṇī is actually an offering of satisfying Krishna's lusty desires. Каждый волос, каждая мысль, Шримати Радхи, это полная самоотдача себя ради того, чтобы сделать Krishna счастливым, осчастливить каждое его меньшайшее желание, его любовных нужд, желаний, игр, все, что он хочет, всего кому. И с полным осознанием этого манджари, они помогают, они служат этому. And the flowers who bloom up actually show that these desires are fulfilled or will be fulfilled soon. И вот эти цветущие цветы, которыми украшены Каасаши, Матерь Радхи, они символизируют те желания, которые уже исполнены или будут вскоре исполнены. So there's some hope for Mohan. There's some hope for Mohan, that the thoughts of Rādhārāṇī will be, will come in a meeting to reality. И у Mohan есть надежда на то, что все эти мысли, все эти чувства и желания по отношению к нему, они проявятся в лили, в реальности. So the string of the mandary is in full acquaintance of the lila, who will, what actually will take place or took place when the decoration is after. It shows that soon there will be something new again. Sorry, Goraninji, I don't know the word full acquaintance. So the feelings of the mandaries and the thoughts of the mandaries, are in full acquaintance of Rādhārāṇīs, who wish to fulfill the desires of shiām. So that's why the flowers decorate the braid actually exactly in that rasa. И чувства mandary, их желания полностью совпадают, они едины с желаниями и чувствами шиматерарики в отношении шиам, в отношении мох, чтобы сделать их счастливыми. И вот эта гирлянда цветов, жасмина, которая плетает косвящие материалы, точно символизирует это единство, это исполнение желаний. И мы можем также помедитировать на то, что Кришна добавляет, в комментариях есть, возможно, хорошо говорить, что он добавляет дополнительные цветы для украшения косы. So Swamini's limbs erupt with ghost pimples in this moment, when shiām is actually enjoying her thoughts, how she wants to please him. And Krishna accepts, he's kissing it, he's really very careful, he's very sensitive. And that's why she is getting ghost pimples, because he's satisfied, and this is her satisfaction. И в этот момент Шимати-радика испытывает кстазу, на ее руках, на ее теле появляются мурашки. Почему? Потому что она знает, как Кришна бережно относится к его волосам, он чувствует все ее желания в отношении его, чтобы исполнить его желания, все ее мысли, и насколько он счастлив от этого, и от этого она испытывает счастье, благодаря его счастью. So Krishna is combing the hair with a jewel comb. И он расчесывает ее волосы с помощью расчески с украшенными драгоценными камнями. And in this way he is expressing, actually, his His high feelings and his Anurag to her. Итак, Кришна выражает свое чувство, свою Anuragу, любящая Матеракия, ее чувством. The appreciation. Это его ответ, его как сказать, appreciation, то есть как он ценит. So he wants to serve that thought, actually, that hares. Поэтому он хочет служить каждой мысли, каждой им чувству в форме волосочной мазарики. And he wants to praise them. Он хочет прославлять их. Like the mandraies also. Также как в манджаре. There was just some thoughts about this. You're inspired. Яки мысли. Причина, прикаш мне сейчас. Раде. Да, еще. Раде. Да, еще. Раде. 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 Гавинда Мохини, вы хотите что-то добавить, что-то сказать? Я тоже про Кришна Кешава, про его имя вспомнила. И, может быть, не случайно Махапрабу, Шичитани Махапрабу поёт в своей мантре Кришна Кешава. Пахима, может быть, он тоже на этом медитирует? Кришна Кешава, Кришна Кешава, Кришна Кешава, Пахима, Мис Кешава, Мис Кешава. Я предложил просто прочесть следующий стих. Ой, а можно? Прошу прощения, я прошу прощения. Мы, по-моему, и как раз Джананда Махараш прочитала с предыдущего, а мы его не читали. Там как раз начало про вот эту лилу с волосами. Может быть, мы предыдущий тогда начнём? Мне кажется, мы его перескочили. Next, but previous one, because this is continuation of previous one. About this Lila. I think we have skipped it. I don't know why. But it's the beginning of this Keshава Lila. Ah, thank you. Thank you. I'm a brother. Okay, let's do it. So, previous one. Verse 248. Стих грешти сороквайсмой. О, Радхика. When will I behold your enchanting, blackish, braided hair that shines like emeralds? It is like the wonderful, perfect seat for the king of supreme rasa, Qubit. And that is beautified by a string of nice jewels and bunches of flowers. И украшенный нитью драгоценных камней и букетиками цветов. Once again. Once again. О, Радхика. When will I see your enchanting, blackish, braided hair that shines like emeralds? That is like a wonderful, perfect seat for the king of the supreme rasa, Qubit. And that is beautified by a string of nice jewels and bunches of flowers. The title of commentary, the perfect seat for the king of great rasa. Название комментариев — «Совершенный трон для царя величайшей расы». Ананда Баба пишет, «Любовная иллюзия Шрибатии» is now also gone. And her beautiful face is marked by feelings of joy, shame and eagerness. И ее прекрасное чудо окрасили чувства радости, стыда и страсти. Knowing the desires of the amorous couple, the sakis leave them. Зная желание влюбленной читы, саки оставляют их, под предлогом сбора цветов. Прекрасная чета сидит на своем ложе. Вальдсваминь соскользнулась с ее головы, из-за ее погруженности в любовные чувства. Служанка стоит за влюбленной читой и совершает служение, омахивая их. Ее глаза погружены в созерцание сладости, заплетенных в косу волос Шримати. Похитивших сияние изумрудов. Все тело Шримати состоит из махабхавы. И поэтому она полностью управляет Кришной. Переливающийся темное сияние ее заплетенных волос. Украшенных нитями превосходных драгоценных каменьев. Из свежих распустившихся цветов жасмина исходят из ее махабхавы. Но только драгоценности и цветы украшены косой из махабхавы, а не наоборот. Шрипад в своем образе кинкари. Видит, что эта коса подобна совершенному сидению для царя величайшей расы. Подвеличайшая раса имеет в виду любовная раса. Первая раса — это любовная раса. И Камадер — это царь этого вкуса. Но Камадер, упомянутый в этом стихе, это немецкой Камадер. Очаровывающийся юмейший и мужчин, и девушек, и женщин этого мира. Камадер. Камадер. Камадер — это трансцендентный двойник Камадева, вечно очаровывающий раду и маду в их всегда свежем любовном лечении. Шри Джива Госвами говорит об этом в своем комментарии Брихат Крама Сандархи на стих из Шримад Бхагат 10.29.46. Шри Джалих — это естественное достижение работы, и преимущества командующих аква. волосы заплетённых осущей мать и это прекрасное совершенное место и сиденье для этого трансцендентного Купидона, чьи части и части частей не зашли на Землю в образах, ну или так скажем, как бесчисленные материальные Купидоны, даже Шиамасундра, трансцендентный юный Купидон Вриндава, И Шиамасундра, взволнованный желаниями в своём сердце, подночённый к Шиамасундра, Радики. Тут написано «ласть» — это переводится как «вожделение», «транслендное вожделение», когда он видит волосы, заплетённые в косу, чьи мать и Радики. И ум служанки также полностью поглощён этой замечательной косой, удивительной косой, чьи мать и Радики. Я думаю, мы можем на этом закончить. Мы можем завершить нашу встречу. Рады Рады, dear devotees, so much gratefulness to you to part in our Russian Zoom, actually, our Zoom meeting. And what is this, what our Shri Gaudes wants? Of course, Shri Gaudes wants for us, because it's not just Shri Gaudes wants, Shri Gaudes will desire, but will sit and discuss and absorb all these subjects. I think we're all together, because it's our goal of our духовного учителя, it's a direct goal of his Master. But I also think that it's not just from him, it's from Shri Gaudes, from Shri Gaudes, from Shri Gaudes. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.